МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. В одиночку не страшны, а вот вместе это стихийное бедствие. Минсельхозе Дагестана обеспокоены нашествием саранчи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даешь капремонт. 50 многоэтажек в республике будут отремонтированы в этом году. Девять спортсменок, девять медалей. Дагестанские гимнастки представляли нашу республику на турнире «Майские звездочки» в Москве. Половина обследованных земель Дагестана заражена саранчой. При этом, заверяют в Минсельхозе Дагестана, обработка против вредителей проведена на территории 8,5 тысяч гектар. С ходом проведения противосаранчевых мероприятий ознакомилась представительная комиссия Минсельхоза. В частности, делегация побывала на отгонных землях в окрестностях Южно-Сухокумска и Ногайского района. Фитосанитарная обработка ведется с помощью авиации и наземной техники ГАРД. Отметим, что самолет Ан-2 в день совершает 20-30 полетов, во время которых обрабатывают от 2 до 3 тысяч гектаров сельхозугодий. В свою очередь, производительность мобильных установок системы ГАРД также составляет около 2 тысяч гектаров в сутки. Сегодня работает 6 наземной техники в республике Дагестан на зараженной территории и 2 борта. С учетом того, что погодные условия не позволяют проводить эту работу днем, мы эту работу проводим в ночное время. Организовывал штаб, который круглосуточно мониторит эту ситуацию. На сегодняшний день обработано более 12 тысяч гектаров. В 50-многоэтажках Дагестана будет сделан капитальный ремонт в этом году. Только в Махачкале в рамках реализации краткосрочного плана уже ведутся работы в 17 жилых домах. Подробнее в сюжете Карины Баталовой. Этому дому номер 6 по улице Айвазовского почти полвека. За это время капитально он ни разу не ремонтировался. Крыша постоянно протекала и приносила массу неудобств жителям. Приходилось периодически покрывать ее смолой и рубероидом, пока дом не включили в краткосрочный план на 2019 год. Сейчас все такие довольные, а то каждый раз залезал, каждый себе эти мазуты, эти смолы заливали, а нам запах шло до первого этажа, когда солнце самое. А сейчас все такие довольные, радостные. Пенсионерка Патимат Абдулаева сетует. Из-за постоянно протекающей крыши часто проходило сделать ремонт в квартире. Кровлю периодически чинили специалисты из ЖКУ, но этого хватало ненадолго. Каждый раз все это заново, все это заново убрать надо. И обои, и все надо убрать. Потому что в пятом этаже там крыша керамзит, она тает и протекает по стене коричневая. Ахамдуля, так хорошо, сейчас лучше хорошо. Сейчас я могу потолок ремонт делать. Общая стоимость выполненных работ составила более 8 миллионов рублей. В основном деньги пошли на ремонт кровли и создание сейсмопояса. Но дом также нуждается в обновлении фасада и подъездов. Для этого, по словам представителей фонда, необходимо, чтобы все жильцы оплачивали взносы. А пока в доме номер 6 сбор едва превышает 36%. Я обращаюсь к жителям не только данного дома, а ко всем жильцам, собственникам Махачкале, в целом и республике тоже. Если вы хотите, чтобы полноценный капитальный ремонт был, надо полноценно платить, а не 30 или 35%. И хотелось бы отметить, что новый глава города, Салман Дадай, именно вернул, были корректировки. Измененный проект краткосрочный на второй этап, он внес изменения. Те дома, которые слабо оплачивают, они не должны попадать. И само постановление о необходимости проведения капитального ремонта, так говорит, нам очень нравится его подход. И то, что все-таки люди, если хотят, чтобы дом надлежащим образом выглядел, нужно платить. На сегодняшний день фонд капитального ремонта вынужден в принудительном порядке взыскивать к людей необходимые суммы. Лишь за этот год было подано 10 тысяч исковых заявлений на должников. Напомним, с 1 января 2019 года стоимость взноса составляет 5 рублей 67 копеек за квадратный метр. Карина Баталова, Патимат Кадеева, Салман Гетихмая, в новости ННТ, Махачкала. Праздник Ураза-Байрам знаменует окончание поста, длящегося целый месяц и представляет собой одну из наиболее значимых традиций ислама. К четвертому столпу религия мусульмане относится с особым трепетом. В муфтияте республики прошло заседание Совета Алимов Дагестана, на котором обсуждалась предварительная дата праздника Идальфитр. В муфтии республики шейх Ахмад Афанди подчеркнул, что определение точной даты Ураза-Байрам согласно нормам шариата на день совещания не представляется возможным. Ученый совет назвал ориентировочную дату празднования дня Идальфитр 5 июня. На протяжении многих последних лет мы всего лишь ориентировочно говорим о какой-то дате. И мы с большой долей уверенности, ну практически со стопроцентной уверенностью, можем заключить, что праздник Ураза-Байрам будет 5 июня. В свою очередь, Миноборнауки обращает внимание родителей на то, что экзамены по ЕГЭ и ОГЭ, которые будут сдаваться 4 и 7 июня, не переносятся. График остается прежним. В Махачкале подведены итоги третьего республиканского конкурса чтецов Корана. Его организаторами выступили муфтият Дагестана совместно с Центром по изучению Корана имени Мухаммада Хафиза Афанди из Тедиба. Участниками конкурса стали 170 человек. В основном это дети, прибывшие из разных уголков республики. Возраст самого младшего – 5 лет. В течение двух дней чтецы определяли лучших в четырех номинациях. Наиболее сложный из них – это знание полного текста Корана наизусть. В этой номинации был учрежден главный приз. Собладателем путевки в Хадж стал студент Дагестанского исламского университета Амир Магомедов. Оценивались также красота и выразительность чтения. Все призеры получили денежные премии. Победители смогут в августе представить республику на международном конкурсе в Чечне. Поздравить ребят на награждение прибыли представителями нации, администрации Махачкалы и Мухтилята. Сегодняшняя молодежь от 5 до 30 лет, когда себя нашли в правильном русле, когда себя нашли и свою жизнь, направление выбрали правильным. И за что хотелось бы их родителям выразить огромную благодарность. Очень тяжело воспитать, удержать ребенка на правильном направлении. Их родителям это удалось. И это является дополнительным зарядом, мотивацией для остальных детей, для подрастающего поколения. Это наше будущее. Торжественное открытие торгового дома «Грант» прошло в Махачкале. Новый центр, расположенный по проспекту Петра Первого, представляет потенциальным покупателям широкий выбор товаров и услуг. Торговый дом разделен на несколько зон, где каждый может найти то, что ему по душе. Посетители могут приобрести не только мебель от фирмы «Диванта», но и одежду в магазине «Эконом» для всей семьи. Также здесь можно приобрести кухонные принадлежности, предметы быта и продукты питания по очень привлекательным ценам. И сегодня в этот праздник мы оказались в районе торгового центра «Грант», который сегодня открылась дверью для своих покупателей. И мне очень приятно сказать, что в данном торговом центре открылись новые рабочие места. Более 100 человек работают в этом коллективе. Это очень приятно, потому что мы знаем, что одним из рычагов экономического развития являются рабочие места. А мы как раз вот здесь в данном моменте это видим в принципе. Я рада, что открылся магазин в торговом доме «Грант». По оптимальным ценам все, пешей доступности. Хочу поздравить всех с наступающим праздником. Мы разобираем и в двери этого праздника мы открыли торговый центр «Грант». Очень удобный, большой, современный, с хорошей парковкой. Здесь вся семья может купить от продуктов до вещей. На третьем этаже у нас мебельный магазин «Диванта». Очень хорошие диваны. Проходите всей семьей, будем рады вас видеть. Какие масты? Пошел к Орлику к слову, дай, какие улички. Ну и о спорте. Праздник хозяйства, красоты и грации. Дагестанские гимнастки завоевали 9 медалей на турнире «Майские звездочки» в Москве. В нашу республику представляли 9 юных спортсменок. Все подробности в материале Зумруд Гамидовой. Их путь к успеху складывается из ежедневных тренировок. Шпагат, мостик, колесо. И это всего лишь разминка. Большинству из этих детей нет и семи лет, а их силе воли может позавидовать любой взрослый. Буловые ленты давно заменили им игрушки. В спортивном зале они находятся как минимум три раза в неделю. Мы вот буквально месяца два, как уже стали тренировать деток, набирать детей, у нас проходили отборы. Очень много деток пришло на просмотры, на отборы к нам. Шесть групп у нас уже тренируются сейчас на базе ШВС Маля-Алиева. Они у нас уже выехали несколько раз на соревнования. Некоторые детки у нас участвовали в международных турнирах. Даже чемпионкам никаких скидок на тренировках. В одном ряду со всеми. И так изо дня в день. Травмы, изнурительные тренировки, слезы. Все это остается за кулисами. Делая шаг на ковер, надевает улыбку и держит ее до конца выступления. После победы в соревнованиях почти каждая из этих девочек мечтает об олимпийском золоте. Восьмилетний Уму Кусюм турнир «Майские звездочки» принес второе место. Мне в художественной гимнастике нравится, что там все аккуратно, красиво, плавно. Я ей начала заниматься. Тогда у меня в садике была первый раз гимнастика. Поэтому я начала заниматься гимнастикой. Я бы хотела стать олимпийской чемпионкой, выигрывать очень много чемпионатов. Соревноваться было непросто. Чтобы выйти на ковер в одиночку, надо иметь смелость. При этом показать публике все свои умения и не ошибиться. За ловкостью движения стоят ежедневные тренировки с профессиональными преподавателями. Выступили довольно хорошо. Заняли три первых места, два вторых места и четыре третьих места. Но результатом мы довольны. Родители охотно приводят своих девочек в секцию художественной гимнастики. Ведь этот вид спорта, считают мамы, помогает развивать гибкость, грациозную походку и артистичность. Но самое главное, уже в таком маленьком возрасте они учатся трудиться и добиваться поставленной цели. Например, если высокий ребенок, худая девочка, высокая, очень гибкая, по природе гибкая, куда еще и в Дагестане можно ее отдать. Но именно на борьбу, тем более еще ребенок мягкий, на борьбу на такие более серьезные спортивные секции девочку не отдашь. А гимнастика и эта красота, и гибкость, и нежность. Мне кажется, для женщины это самое идеальное, художественная именно гимнастика. Соревнования закончились, а вместе с этим закончились волнения и переживания. Но ненадолго, ведь впереди спортсменок ждут новые турниры. Ну а в планах у тренеров сформировать сборную Дагестана. Они уверены, что художественная гимнастика зажжет еще не одну спортивную звезду. Замрут Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин